Катастрофическая ситуация сложилась на границе. Лукашенко смертельно болен. Готовится масштабный международный обмен пленными. Подробнее об этом не только, я расскажу вам далее. В этим временем подписывайтесь, ставьте лайк этому видео и поддержите наш канал донатом или комментарии. На белорусско-литовской границе сложилась катастрофическая ситуация. Пользователи приграничных чатов пишут, что по состоянию на утро 1 августа в зоне ожидания пункта Каменный Лог скопилось около 300 легковых машин. При этом литовская сторона практически не пропускает автомобили. Новый транспорт все время прибывает, но за час, по разным данным, выходит от одной до пяти машин. При этом из зоны ожидания не могут выехать те, кто прибыл еще 30 июля. К слову, у КПП уже была замечена первая палатка. Тем, у кого палаток нет, приходится отдыхать на земле. По отзывам путешественников, сейчас лучше ехать из Минска в Вильнюс через Брест. Впрочем, и на польской границе дела обстоят не намного лучше. Люди пишут, что ожидание длится более 20 часов, а вся нейтральная полоса забита. При этом никуда не делась проблема в Лизунов, которые за вознаграждение в 100-150 евро готовы отстоять долгие часы за те, кто потом станет на место ближе к началу очереди. В Беларуси планируется повышение зарплат бюджетникам, включая медиков и учителей. Министр финансов Сильверстов заявил, что это необходимо для достижения плановых показателей. Он подчеркнул, что определенные параметры по зарплатам работников в социальной сфере и культуре также будут учтены. В свою очередь, премьер Головченко добавил, что режим в следующем году намерен добиться роста доходов белорусов на уровне 104%. Экономика, по словам чиновника, должна вырасти на 4% за счет контроля над инфляцией, увеличение объема экспорта товаров и услуг. Эти обещания вызывают сомнения у экспертов. Экономисты предупреждают, что рост реальных зарплат серьезно опережает и рост производительности труда, что может привести к ухудшению финансовых показателей компании и подъему цен. Отметим, что с нового года также увеличится и минимальный страховой стаж для получения трудовой пенсии с 19 с половиной до 20 лет. Белорусы, которые не выработали необходимый стаж по новым правилам, не смогут претендовать на трудовую пенсию. Им будет назначена только социальная, которая с 1 августа выросла до 216 рублей. Вместе с зарплатами в Беларуси растут и налоги. Министерство финансов анонсировало очередное повышение. Но бюджет на следующий год правительство все равно планирует с дефицитом, сообщает Зеркало. Это значит, что расходы из него превысят доходы. Минфине это объяснили привлечением новых кредитов, в том числе из РФ. По словам главы Минфина Юрия Селиверстова, некоторые налоговые документы, подготовленные в прошлом году, вступили в силу в этом. Часть из них по повышенным ставкам налогов носит отложенный характер, а значит, их поступление в бюджет начнется со следующего года. Сообщается, что в проекте бюджета на следующий год предусмотрено повышение ставок налогов на уровень инфляции и оптимизации льгот. Однако даже при дефицитном бюджете в Минфине обещают сохранить его социальную направленность, а еще достичь показателей по зарплатам бюджетников. Интересно, что глава ведомства Селиверстов назвал бюджет на этот 2024 год недефицитным, а вот Нацбанк буквально на днях опубликовал отчет, из которого следует, что казна в минусе. Вполне возможно, глава Минфина сделал заявление о республиканском бюджете, в то время как Нацбанк отчитался о консолидированном, который включает в себя как республиканский, так и местные бюджеты. Напомним, в этом году дефицит республиканского бюджета, по прогнозам чиновников, составит почти 4 миллиарда 750 миллионов рублей. Демократический лидер Светлана Тихановская приняла участие в церемонии, посвященной памяти жертв Мядененкойской трагедии. События, произошедшие здесь 33 года назад, это последние мстительные акты советской системы против Литвы. Подлое убийство, которое показывали полную безнравственность советской системы, отметила Тихановская. Напомним, в 1991 году бойцы Рижского и Вильнюсского ОМОНа, которые на тот момент подчинялись МВД СССР, совершили серию нападений на установленные литовскими властями погранпосты. В ночь на 31 июля под Мядененкой расстреляли четырех таможенников, двух сотрудников дорожной полиции и двух бойцов отряда быстрого реагирования департамента полиции Литвы. Также были убиты двое дорожных инспекторов, которые услышали выстрелы и попытались вмешаться. Всего тогда на белорусско-литовской границе погибли семь человек. Бойцов ОМОНа признали виновными, однако осудили к пожизненному сроку только одного из них. Остальные граждане РФ избежали наказания. В ходе церемонии вместе с представителями литовских властей и депмиссии Тихановская почтила память погибших. Литва I пробивала путь освобождения из имперских когтей и стала примером для других стран в их стремлении к независимости, в том числе для Беларуси, заявила народный лидер. Загадка здоровья Лукашенко. Что скрывают от белорусов? На днях внимание журналистов привлекли свежие фотографии со встречи с Путиным в Карелии. На них видно, что диктатор сильно набрал вес, едва передвигается и ищет опору. Комментаторы предположили, что Лукашенко болен, ведь его вид значительно изменился за последние два года. При этом множатся слухи о ряде проблем со здоровьем, включая ослабление костей мышц, проблемы со слухом, диабет второго типа, ставшие причиной лишнего веса и даже онкологические заболевания. Напомним, после визита на парад в Москву в прошлом году появилась информация о серьезном сбои в организме диктатора. Проект ВЧК ОГПУ сообщил, что в Минск для лечения Лукашенко неоднократно вылетали профессора из столицы РФ. Судя по набору врачей, у нелегитимного подозревают проблемы с эндокринной системой и кардиологические заболевания. При этом состояние его здоровья держат в строжайшем секрете, но очевидно, что старение и сопутствующие болезни уже стремительно сказываются на последнем диктаторе Европы. Белпол совместно с сообществом железнодорожников в Беларуси и другими партнерами провел расследование, в результате которого пришел к выводу, что теракт, за который осудили Рика Кригера, устроили белорусские силовики. Белполовцы обращают внимание на то, что место подрыва станции Озереща хорошо фиксируется камерами видеонаблюдения. Кроме того, взрывное устройство, которое Кригеру приказали положить на рельсы, сработало не на основных железнодорожных колеях, а между вторичными, которые используются для маневров. К тому же в этот период никакие военные перевозки через станцию Озереща запланированы не были. Все объекты, которые фотографировал Кригер и так были доступны СБУ, благодаря гугл-картам и спутниковым снимкам. Белполовцы замечают, что Кригер не имел никаких навыков обращения со взрывными устройствами. Но по их версии, он действительно искал в интернете информацию о том, как вступить в подразделения вооруженных сил Украины. Тогда-то Кригер и наткнулся на подставной аккаунт, который был под контролем силовиков в Беларуси. По видеосвязи с ним говорил не сотрудник СБУ Николая, а сотрудник белорусских спецслужб, который убедил Кригера приехать в Беларусь. Белполовцы утверждают, что Кригер получил задание положить рюкзак возле ЖД путей, сделать фото и отправить куратору. Никаких инструкций об установке самодельного взрывного устройства ему не давали, а подрыв совершили сами силовики. Для контроля за ситуацией в ночь с 5 на 6 октября 2023 года некоторые сотрудники руководства БелЖД находились на рабочих местах. А на ряде объектов железной дороги присутствовали офицеры КГБ. Именно по их указанию, отмечает Белпол, после того, как на озерище произошел взрыв, движение не перекрывалось. США и Германия планируют масштабный обмен заключенными с Россией, Словении и Белоруссией. Словенское агентство о печати сообщило договоренности между пятью странами. В декабре 2022 года двое россиян Анна Дульцева и Артем Дульцев, арестованные в Словении по обвинению в шпионаже, признали себя виновными и были приговорены к одному году и семи месяцам тюрьмы каждой. В свою очередь Россия может вернуть Вадима Красикова, осужденного в Германии, за убийство чеченского полевого командира и журналиста Wall Street Journal Ивана Гиршковича, приговоренного к 16 годам колонии за шпионаж. Также возможен возврат Рика Кригера, которого в Беларуси приговорили к смертной казни за подготовку теракта, но затем помиловали. Российские СМИ сообщали о пропаже данных нескольких россиян из базы тюрем США. По информации адвокатов из российских колоний, в конце июля вывезли Лью Яшина, Ксению Фадееву, сопредседателя мемориала Олега Орлова, 19-летнего Кевина Лики, политика Владимира Карамурзу и американского пехотинца Пола Уиллана. Власти США, России, Германии и Беларуси пока не комментировали эту информацию. Плохие новости для любителей тапать хомяка. У игроков Хэмстэ Комбат могут украсть аккаунт Телеграм. Мошенники постоянно придумывают новые способы, чтобы выманить учетные данные от аккаунтов в мессенджерах. Одна из таких схем – рассылка пользователям ссылок на фишинговые ресурсы, представленная как страница авторизации в Телеграм. Положной страницей, которая якобы предназначается для вывода монет из игры Хэмстэ Комбат и перевода их в рубли, фишеры пытаются получить номер телефона и код подтверждения. Когда доступ к аккаунту оказывается в руках злоумышленников, они крадут конфиденциальные данные, используют их для шантажа и рассылают мошеннические сообщения среди контактов. Кстати, за популярной криптовалютной игрой стоят российские бизнесмены. О том, что ее серверы находятся на территории РФ, со ссылкой на собеседников в правоохранительных органах писала экономическая правда. Хэмстэ Комбат предлагает игрокам кликать на анимированного хомяка и получать за это монеты, которую в перспективе можно обменять на криптовалюту. Но пока игра не выйдет на криптобиржу, обменный курс никто не знает. Сделана игра так, что для успешного продвижения игроки должны заходить в нее примерно каждые три часа и играть каждый день без перерывов. И это все на сегодня. Ставь лайк этому видео, обязательно пиши комментарии и поддержи работу нашей команды донатом. Только делать это можно, если ты находишься за пределами страны. До встречи завтра и Жыве Беларусь!